приветствую вас мои хорошие на канале в гостях у заводчика корги воплощение мечты сегодня я работаю для вас как таролог перед нашим раскладом я вас хочу порадовать вот такой замечательной лавандой посмотрите это черногорская лаванда местная сегодня мы пришли с магазина а у нас в номере на кровати вот такой букет представляете это для нас хозяева виллы такой презент преподнесли ведь такой сюрприз он пахнет я люблю учить лаванду лаванда пахнет здесь нам на весь номер хочу чтобы и вам частичка этого аромата лавандового передалась все обязательно будет хорошо ну чтож по вашим очень частым частым и настойчивым просьбам я понимаю что нужно все таки как-то поддержать вас мои хорошие и я обязательно посмотрю те города которые вы меня просите особенно часто напоминаю что я не могу смотреть те города которых я не бывала то есть я могу это сделать могу но я не уверена насколько это будет все достоверно поэтому посмотрим сегодня три города которые я знаю в которых я бывала которые я могу почувствовать и о которых попробуем сделать расклад и так сегодня мы будем смотреть днепр одессу николаев одесса и николаев это горячие точки скажем тогда и это важно но днепр так сказать по блату потому что мой любимый мой хороший я же не могу не могу днепр обидеть поэтому вот так итак начинаем с днепра днепр что ожидает днепр ближайшее время кстати по поводу днепра перед моим отъездом я сделала очень такой волнительный расклад и там выпадали возможные прилеты с разрушениями именно с дьяволом вот кто посмотрите кому если от кому вообще интересно посмотреть как работает таро и как это все прослеживается как как можно объяснить эти расклады как это случается либо не случаются вот были карты прям вот я сделала расклад до съемки потом включила камеру и еще раз дела расклад одно и то же выпало выпала башня с дьяволом разрушение по дьявола разрушение которые планируются предателями да по наборчиками и что вы думаете я уезжала как раз после этого расклада я очень волновалась потому что мы же вокзалы все проезжали да вот это вот дороги все и слава богу слава было тихо знаете кто-то мне даже написал наташа ну важно там выпадали разрушение как будто бы человек расстроился что ничего не бахнула а на самом деле была публикация наших днепровских властей о том что была разоблачена как раз вот после моего расклада целая шайка шайка наводчиков во главе значит с каким-то блогером у которого там чуть ли не 300 тысяч подписчиков какой-то пророссийская какая-то скотина который организовал там вокруг себя людей и они вот по наводке указывали делали вот эти вот отметки или как там уже не знаю подробности но именно этим и занимались понимаете именно этим занимались как наводчики то есть вот тебе чистой воды дьявол и планы у них были серьезные то есть ребятки там работали активно на поднепру в этом плане вот вам и дьявол который планирует разрушение смотрите мы проговорили в картах эту возможность что такое может быть что они есть они существуют этот дьявол наводчики они существуют в днепре и посмотрите сбу и задержала и не случилось этих страшных разрушений в городе потому что вот можно ли избежать свои участия которые мы говорим 2 видите да можно избежать можно потому что предупрежден значит вооружен мы проговорили вероятность такую пожалуйста она стала знаете как 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 вот дымка с них вот это туман с них сошел и они стали явные видны и пожалуйста они задержаны вот вам и пожалуйста вот так работает 2 поэтому еще раз хочу предупредить все что падает ну страшно и может быть неприятно и 2 это все только вероятность этого всего можно избежать я вам рекомендую верить всем хорошим картам всем плохим картам ну скажем так иметь их виду но не напрягаться по их поводу то есть иметь ввиду знаете как бы так иметь оглядку в ту сторону что просто быть осторожными учитывая эти тяжелые карты а если карты замечательные до хорошие в раскладе либо там мы говорим о том что здесь все будет стабильно то значит мы верим этому да и спокойненько живем вот с уверенностью в завтрашнем дне вот так работают 2 так я вам советую реагировать на таро верить лучшее ну и иметь ввиду худшее да ну что ж поехали днепр давайте посмотрим днепр первая же карта жрица император мастер четверка мечей луна ну смотрите о чем эти карты жрица и луна жрица и луна все-таки говорят о том что нельзя расслабляться очень важно не вестись на вот это знаете видимость такая вот видимость вроде бы тишины да и паузы а быть осторожными потому что я так понимаю пво работает хорошо но нужно быть осторожными потому что все равно ракеты летят летят будьте осторожны не расслабляйтесь я не вижу здесь каких-то жутких разрушений знаете вот сейчас ничего такого не вижу но вот это вот напряжение в воздухе она есть и я думаю небо все еще несет опасность для днепра все еще на что все-таки вдохновляет это то что над днепром император порядок порядок абсолютно все под контролем днепре работают мастера своего дела да можно сказать вот пожалуйста военные наши противовоздушная охрана отлично оборона отлично работает мастера и мастерство скажем так императора и наших военных растет потому что по карте мастера так человек который улучшает усиливая до свои профессиональные вот эти вот качества оборудование растет до вооружение улучшается техника улучшается вот о чем эти карты о том что днепр в надежных руках надежных руках и с ним работают профессионалы и я думаю будет некое затишье такое вот по паузе по четверки мечам единственное что прошу вас мои хорошие будьте осторожны потому что из неба опасность все равно присутствует луна луна никаких расслабонов мы войне мы войне потому что я вместе с вами поверьте я вместе с вами мыслями и сердцем и душой осторожно но не вижу чтобы были действительно вот такие знаете по днепру разрушения на вот на сегодняшний момент карты дарят надежду до одесса 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 Я, несмотря на то, что ситуация напряжённая, в принципе, но я вижу, что, несмотря на всё, в Одессу едут люди. В Одессу едут люди. Хоть так, хоть каким-то образом, но порадоваться жизни, устроить себе хоть какой-нибудь отдых, да. В Одессу едут люди, не бегут из Одессы в данном случае. Я вижу, что едут в Одессу люди. Ну, не думаю, что прям там туристический пик какой-то, да. Но есть гости, в Одессе есть гости. И, в принципе, Одесса даже немного, немного работает, как пентакливый город, да, как город, который зарабатывает. То есть не всё так плохо. У нас и было это в раскладе, да, что сезон в Одессе не будет совсем-совсем провальным категорически. То есть что-то, как-то, но Одесса будет немножко, немножко ещё и подрабатывать. Одесса в состоянии, знаете, такого поиска баланса. Вот вроде бы и всё хорошо, да, и вроде бы как бы вот мы взрывы где-то там, и как бы город, сам город сильно не страдает, да, и как бы держимся. И в то же время война, и в то же время хочется на пляж, и на солнышко, и в то же время там могут быть мины. То есть, знаете, вот в таком состоянии война как бы, да, и оно, жизнь продолжается. Пожалуй, знаете, вот такая, вот такая на сегодня картина, но тем не менее жизнь, наверное, побеждает всё-таки. Видите, жизнь и стремление жить, радоваться жизни, наслаждаться летом и солнцем всё равно побеждает и люди на эмоциональном неком подъёме. Знаете, как будто бы и нет войны многие живут, да, как живут, вот как на полную стараются жить. То есть, ну, скажем, Одесса эмоционально очень приподнята в нормальном настроении, я бы сказала, не угнетённое состояние города совсем. И карта справедливость, опять же, даёт нам надежду на то, что, во-первых, Одесса однозначно выстоит, у неё хорошая оборона, крепкая, настоящая, и она кармически будет с Украиной. Только единственное, мои хорошие, знаете, карта справедливости, она такая, она двуякая. С одной стороны, да, она защищает невиновных, с другой стороны, она и карает тех, кто ведёт себя недостойно. Поэтому, ну, что тут скажешь? Ну, я думаю, вы сами понимаете, о чём я, да? Не забывайте о человеческом достоинстве, не забывайте о том, что по карте справедливость справедливость можно получить как подарки, так и лозинки. Поэтому тут очень важно оставаться человеком и вести себя правильно. И на вот этих вот весах постоянно ваши хорошие и нехорошие дела. Постоянно. И видите, сначала мы взвесим, а потом примем решение, как с вами поступить. Поэтому, мои хорошие, я не вижу в Одессе страшных, страшных событий. Но не забывайте, что война продолжается, и наша главная задача всё-таки победить в этой войне, да? Отстоять Украину. Поэтому вот, я думаю, вы понимаете меня. Но, как бы, причин для паники я не вижу в Одессе. Не вижу. Просто вот это, если действительно бурное веселье в городе, я бы советовала чуть-чуть вспомнить о том, что всё-таки опасность в любой момент может прилететь. Чуть-чуть осторожнее, чуть-чуть спокойнее. Знаете, вот это надо... Чуть присадите веселье и будьте готовы ко всему. Но, в принципе, в целом, да? Одесса-мама, Одесса-мама, Одесса-мама живёт и дышит полной грудью. Живёт на полную. Хорошо, Николаев. Николаев. А вот пока Одесса-мама дышит полной грудью, Николаев, конечно, воюет. Николаев воюет. Я вижу, что Николаеву всё-таки император постоянно оказывает поддержку и помощь. Не оставляют Николаев без внимания. Потому что Николаев очень важный рубеж. Видите, постоянно император оказывает помощь и всё контролирует. Всё-таки активные, я бы сказала, действия, Николаев. Активные действия. Будьте осторожны. Николаев у нас прямо действительно город-герой. Но держится чудно, я вам скажу. Молодцы. Николаев отлично держится. Я думаю, здесь всё-таки скорее хорошие новости мы будем получать из Николаева. Всё под контролем. Всё под контролем. Украина. Всё чётко. Не волнуйтесь. Но вы должны понимать, что всё-таки война. А это значит и прилёты, и разрушения. Это всё может быть. То есть Николаев, он по сути в центре войны. Хотя, конечно, в Николаев никто там не зайдёт. Но вы понимаете меня, да? Всё равно. Всё равно. В центре войны Николаев под угрозой. Но посмотрите, он ресурсный, держится. Ещё не скоро решится ситуация. Видите, пока ещё не решается ситуация кардинально как-то. То есть я думаю, скорее тут оно ещё будет такое подвешенное, да? Знаете, без каких-то глобальных изменений. Хотя, хотя, некоторые всё-таки вот улучшения, они, да, в перспективе, уже вот в перспективе, я думаю, они всё-таки зависят, эти улучшения, от помощи императора. Вот когда придёт через императора уже придёт помощь явная, да, то эти улучшения, естественно, будут не за горами. Пока что ещё, вот ещё всё равно вот так подвешеность немножко в Николаеве. Ну, война. Ну, дама мечевая, конечно, война. То же самое, Николаев, будьте, пожалуйста, очень внимательны. Я думаю, часть тех прилётов, которые у вас случаются, случаются также по воле неких людей, которые находятся под дьяволом, предателей. Здесь тоже нужно очень внимательно чистить, чистить ряды и следить за этим. Я понимаю, что как бы не до того, да, тут хоть бы от ракет отмахаться. Но у Николаеве тоже большое количество, я думаю, есть такие группировки, какие-то или отдельные люди, которые наводят или как-то сотрудничают с рашистами. Вот что-то такое присутствует. Вот, ой, сколько их заселили в нашу страну-то, господи. Видите, это говорит вам, какая была подготовка к этой войне на самом деле. Так что Николаев, Николаев, не расслабляемся. У Николаева самое жёсткое состояние из этих трёх городов, самое тяжёлое. Действительно, Николай воюет. Вот Николай в войне. Одесса в расслабоне. Не совсем по делу она в расслабоне. Ей бы нужно немножечко поднапрячься. Ну, Днепр как бы под императором, понятное дело. Но в воздухе всё равно напряжение. Небо под угрозой. Днепр. Никому нельзя расслабляться, мои хорошие. Никому. Украина в войне. Поэтому всем осторожно. Всем быть на чеку. Ну, из этих трёх городов, конечно, Николаев самое напряжённое состояние, я хочу сказать. Самое напряжённое. Действительно, война, война. Вот такая явная война, когда будут прилёты, будут активные действия. Это Николаев. Одесса прям гуляет, судя по всему. Но Днепр такой под императором стоит, держится. Такие вот карты, такой расклад. Хороший расклад. В целом оптимистичный, я хочу сказать. Оптимистично. Я не вижу ухудшения ситуации ни в одном городе. Нет. Николаев, он скорее стабилен. Одесса что-то разошлась не на шутку. Одесса. Покойно. Ну, Днепр стабильно стоит. Очень стабильно. И такой, ну, как он был под императором, так вот и есть. Понимаете? Это прямо вот на четырёх столбах стоит. Всё хорошо. Всё хорошо. Кстати, видите, в Днепре ситуация улучшилась. В Днепре вот улучшилась ситуация, я бы сказала. Хотя я знаю, что там прилёты были по области. Синельниковский район у нас летал. Новомосковский у нас летал. Но, понимаете, по городу прям стабильненько. Стабильненько. Ну, вот такое росло. То, что я увидела. То, что я увидела. Надеюсь, здесь в Черногории я не потеряла связь с Украиной. И могу ещё видеть города вот настолько же явно. Ну, посмотрим. Посмотрим. В любом случае, мои хорошие, я желаю вам мирного неба. Всем покоя и скорейшей победы. Обязательно увидимся. Приходите на канал. К заводчику Корги. К заводчику Корги прежде всего. Ну, и немного-немного к Тарологу-Аматору. Помогу, как говорится, чем смогу. До новых встреч, мои хорошие. До новых встреч, мои хорошие.